Пам-пам-пам-пам. Я вас максимально при... А меня слышно, блин? Алло? Ладно, я надеюсь, никаких шумов не будет там. Итак, друзья, сегодня у нас очень интересная тема, как найти девушку, которая будет всегда в идеале. Как просто вы вот ухаживаете за машиной, так же и девушка будет за собой ухаживать. Ладно, не будет ухаживать на самом деле, просто генетическая предрасположенность, чтобы она была всегда стройной и красивой. В этом выпуске мы узнаем, можно ли такую девушку найти, которая, в принципе, без всяких там питаний, без всяких тренировок, будет всегда красивой, стройной и подтянутой. У меня подозрение, что после этого выпуска меня будут называть женоненавистником. Либо эти, как их называют, ФСБшницы, ЛГБТшницы, как их побьют меня палками, короче. Блин, напишите, как эти женщины называются в комментариях, я забыл. Которые топят за права и свободу женщин. И при этом хейтят мужчин, блин. Да, естественно, ребята, в первую очередь в этом выпуске речь пойдет о генетике. Естественно, у меня практически вся суть канала этого про генетику. Как вы поняли, не только мужчины подразделяются на типы телосложения. Эктоморф, мезоморф, эндоморф и смешанные типы. Но также и женщины. В этом выпуске мы также возьмем популярных девушек, там, тиктокерш и так далее. И определим, склонны ли они к набору веса. Будет интересно, поверьте. Давайте разберемся, какие же факторы влияют на фигуру женщины. И поверьте, это не только тип телосложения, ребята. Будет, кстати, один очень интересный пример из тиктокерш, которая эктоморфкой является. Эктоморфка? Ну, будем говорить, не чистая эктоморфка, но приближенная. И она очень хорошо набирает жир, вес вообще. Мы определим, почему это так происходит. Итак, как я уже сказал, на фигуру женщины влияет не только генетика, но также питание, образ жизни, общее здоровье, гормональный фон и возраст. Потому что с возрастом у всех людей, у эктоморфов, замедляется метаболизм, особенно после 60 лет, там, кобзда. Поэтому глупо выбирать девушку только по типу телосложения. Интересное отличие женщин от мужчин, это то, что у них изначально больше жира в теле. Это происходит из-за биологических гормональных отличий. Например, эстрогены, женские гормоны, да, они способствуют распределению жира в нижних частях тела, то есть бедра, ягодицы, ну и грудь тоже. У мужчин же наоборот, скапливается жир в основном наверху тела. То есть вы, наверное, замечали мужиков с жирными пузами и с тоненькими ножками и ручками. Такие различия обусловлены эволюционными и репродуктивными адаптациями организма. Но, естественно, нужно понимать, что все индивидуально, и у кого-то может быть так, а у другого по-другому. Поэтому сказать на 100% будет ли девчонка набирать с возрастом, либо не будет, невозможно. Все зависит от огромного количества факторов. Еще один интересный вопрос, может ли девушка-эктоморф всегда быть худой? Опять же, и может, и не может. Если брать отдельно только тип телосложения, да, все предрасположенности у нее есть к худобегу. Но тут не только тип телосложения, как мы уже говорили, играет роль, а еще многие факторы. Это, например, образ жизни, питание, активность, общее здоровье, гормональный фон и так далее. Опять же, это к здоровью относится. А как мы знаем, многие женщины подвержены гормональным сбоям, и, естественно, от этого они набирают вес. Я думаю, вы много таких примеров видели. Еще к этому можно добавить расстройство пищевого поведения и так далее. Там много всякой дичи, которая существует. Но если мы берем чисто девушку-эктоморфа, да, и исключаем все вот болезни, все гормональные сбои и так далее, естественно, по своей природе она будет худой, это факт. Сегодня мы как раз будем определять, кто из девушек является эктоморфом, мезоморфом, эндоморфом, смешанным типом телосложения и так далее. Будет интересно, не переключайтесь. Если честно, я всегда, когда смотрю на девушку, да, условно подбираю себе девушку, да, для себя. Я всегда, ребята, всегда смотрю на ее тип телосложения. Для меня это основа. Потому что я все же надеюсь, что она будет здоровой и так далее, и вот тип телосложения ее сыграет роль. Это мои надежды, мечты. И как бы, ну, шанс намного выше, что девушка-эктоморф, условно, будет постоянно стройной, чем девушка-эндоморф. Потому что у девушки-эндоморфа также могут случиться и проблемы там, и она спортом заниматься не будет, и будет зажираться и так далее. И вообще разжиреет, и будет вот 400 килограмм весить. Нафига оно надо, да? Эктоморфка никогда столько весить не будет в любом случае, потому что, ну, сами понимаете, почему. На широких мощных костях может поместиться и больше жира, ну и вообще больше массы. На тонких костях это просто девать некуда будет. Ну вот еще один очень интересный вопрос. Девушка-эктоморф, да? Она худая же, капец. У нее тоненькие кости, там, узкий плечевой пояс, узкий таз и так далее. И что, у нее и груди, и попы не будет? Она будет плоской? Нет, конечно, братец. Тип телосложения влияет в основном только на общую структуру тела, на метаболизм, на распределение жира и так далее. Вот такие базовые характеристики, поняли? Но тип телосложения не является обязательным правилом прям для всех аспектов фигуры. Например, если мы берем эктоморфов мужиков, да, у кого-то есть плеч, а у кого-то нет. Это все зависит от крепления, это зависит от количества мышечных волокон. Это все задается генетически, и как бы это не зависит от типа телосложения. Словно, я эктоморф без плеч, да, у меня крепления фиговые, мало мышечных волокон в плечах. А есть эктоморфы с топовыми плечами, у кого охрененные крепления и много мышечных волокон. Вот у них поэтому плечи такие шарообразные, крутые. Поэтому все вот эти аспекты, грудь, попа у женщины, она тоже не зависит от типа телосложения, а больше зависит от генетических факторов. Допустим, у ее мамы, там, у бабушки и так далее по семейному дереву. У них там пышная грудь была, пышная такая упругая попа, короче. И у нее, скорее всего, вероятно, тоже будет упругая пышная попа и пышная максимально сексуальная грудь. Ну и также гормональный баланс тоже немаловажную роль играет. Опять же, каждый человек уникален и ко всем невозможно приплести одно и то же, да, всех под одну гребенку зафигарить, так нельзя. Например, девушка-эктоморф, да, она может иметь тонкие кости, там, склонность к меньшему набору жира, чем мезоморф, эндоморф и так далее. Не буду это рассказывать все подробно, потому что вы постоянно смотрите мои ролики и знаете уже, да. Ну, например, вот накачать в попу, да, мышечную ткань. Одна девушка сможет, другая нет. Почему? Потому что это, опять же, зависит от количества мышечных волокон в ягодицах, от креплений ягодиц и так далее. То есть, у одной ягодицы могут быть красивые, да, это, опять же, зависит от креплений, вот, от наполненности, от мышечных волокон, а вот другой может быть некрасивые, могут быть некрасивые ягодицы, такие, фу. Это зависит не от типа телосложения, а, опять же, вот, от других генетических факторов. Ферштейн Бразерс. Вообще, девушка-эктоморф отличается не суперсильно от парня-эктоморфа. Единственное, это разница в цифрах. Давайте все-таки немножко пройдемся по характеристикам эктоморфа, именно девушки. Это, опять же, общая худощавость, тонкие кости, длинная шея, длинные конечности. Узкие плечи, плоская грудная клетка. Плоская грудная клетка не означает, что у нее сисек не будет, ребята. Это означает, что сам костяк вот плоский, блин. У мезоморфов он более такой, оп, немножко такой вперед выдается. Опять же, такие девушки-эктоморфки, они поддаются хуже, вот, к набору массы, к набору мышц, жира. Они не предрасположены к силовым нагрузкам, то есть ты им три пакета, блин, в руки не можешь дать с магазина, чтобы они дотащили, блин. Кстати, эндоморфком можешь, там вообще машины-терминаторы, блин. Но зато какие плюсы, я считаю, девушка-эктоморф это топ. Я считаю, эктоморфный тип телосложения для девушки это идеальный тип телосложения. Девушке не нужно быть сильной. Девушке нужно быть изящной, стройной и максимально сексуальной. Как вы уже поняли, если у девушки-эктоморфки нет каких-то там болезней, каких-то гормональных перебоев и так далее, то она не будет набирать вес, как остальные типы телосложения. Это очень круто и как для нее, так и для ее мужчины. Потому что многие мужчины сваливают, когда женщина полнеет. Вон как Эдвард Билл, да, свалил от жены полненькой, а нашел стройную, такую симпатичную девчулю. Не, ну есть, конечно, ребята, которым нравятся полненькие женщины. Это фетиш такой. У меня друзья такие есть и даже немало. Кстати, вы знали, что у эктоморфов очень часто всякие проблемы с позвоночником, с костями и так далее. Это происходит из-за того, что мышечного корсета очень мало. Мышцы не держат позвоночник, очень легко там грыжи, протрузии заработать, всякие спондилезы, сколиозы и так далее. Потому что мышцы, они должны держать вот позвоночный столб, все остальное. А у эктоморфов с этим проблемы. Вот, поэтому очень часто у эктоморфов проблемки с костями. Ну и самое важное, чем отличается девушка от мужчины эктоморфа, тем, что у мужчины эктоморфа, допустим, меньше 17 сантиметров запястья должно быть, если по запястью судить. А у женщин меньше 16. То есть примерно на сантиметр полтора отмечается, не отмечается, а различается вот размерчик костей. Запомнили, да? Меньше 16 сантиметров. Блин, это я даже под девушку подхожу эктоморфа, понимаете? У меня 14,7 запястья, обосраться. Это что, я получается девушка эктоморф? Тогда уж максимально сексуальная девушка эктоморф арчу. Блин, да это угар. Также, ребята, все остальные типа телосложения примерно то же самое, что у мужчин, только у мезоморфов, допустим, если у мужчин от 17 сантиметров и примерно там до 19, вот так вот, это мезоморф, да, по запястью. А у женщин от 16 до 18 с половиной. То есть циферки немножко различаются все-таки. Ну и, соответственно, у женщин эндоморфов более 18 с половиной сантиметров запястья. Это, ну, капсдос. Как я говорил, ребята, уже я всегда вот единственное, на что обращаю в первую очередь внимание в плане тела, да, это вот на объем запястья, суставов, голени и так далее. Короче, для меня это очень важный показатель, потому что по нему я могу определить. Моя будущая жена располняет. Я бы не хотел, вот честно, полную жену. Мне нравятся встроенные девчонки, чтобы они были такие. Вот. Поэтому я всегда обращаю внимание на толщину костей. Вот серьезно, я не шучу. Если я вижу толстый там запястье у девчонки, я пролистываю нафиг, какая бы она симпатичная ни была. Ну, вот так вот для меня это важно, да. Ну, а перед тем, как мы перейдем к оцениванию наших популярных девчонок, я предлагаю замеры мои сделать, потому что у меня очень тоненькие кости и суставы. И я вам покажу вот как, какая толщина, короче, моих костей и суставов, потому что они максимально приближены к девчачьим, блин. Ну, вот так вот сложилось. Я прям чистый-чистый октоморф, и таких очень сложно найти, чтобы суставы и на ногах маленькие были, и на руках, и запястья маленькие, и голени, и так далее. Вот прям максимально-максимально ближе к девчонкам, е-мое. Ну, я не знаю, почему так получилось. Короче, давайте посмотрим. Ребят, когда вы делаете замеры, вам нужно сильно передавливать, особенно если у вас жирочек есть, вам нужно прям сильно перетянуть, потому что мы замеряем именно кость. Мы замеряем ни кожу, ни жир, а именно нам нужно замерить кость, поэтому пусть вот эти волны разойдутся, блин. Ну, я много раз уже замерял, ребят, у меня запястье 14,7 сантиметров. 14,7, чтоб вы понимали, это капсда какое маленькое. Локтевой сустав. Локтевой сустав 26,5 сантиметров. Коленный сустав. 31,4. И кость вот на ноге у нас 17,7 примерно. 17,6 даже. Это огромная редкость у мужика встретить и на ногах, и на руках вот такие тонкие кости. Реально. Просто замерьте свои и сравните с моими, вы офигеете. Конечно же, если вы не ребенок, блин, 12-летний, если вам 18+, замерьте, вы офигеете. Если ребенок, конечно, у вас могут быть маленькие. Пипирка тоже вырастет, не бойтесь. Если вы ребенок, если 18+, уже все, капсда. Ну и вот вы видите фотографии, как мои кости, блин, толщина костей, как они выглядят на фотках. И мы примерно будем стараться сравнивать с девчонками мои кости и примерно пытаться определить, насколько у них большие или маленькие кости. Поехали. Так, друзья, первая девочка у нас это Юлия Гаврилина. Вы сами прислали мне в Инстаграме, каких девчонок взять в обзор, поэтому я вот беру. Ну, смотрите, у нее довольно-таки характерная октоморфная костная структура, длинная шея, длинные конечности, довольно-таки тонкие кости, но не все так просто на самом деле. Если мы посмотрим на ее коленные суставы, они, мне кажется, даже больше, чем мои. То есть у нее ноги довольно-таки такие плотные, плотные, так скажем, крупненькие. Вверх, да, октоморфный, то есть у нее очень тонкие кости, запястья. Кстати, у нее довольно-таки широкий плечевой пояс, тоже не от октоморфа. Я думаю, это смесь октоморф с мизоморфом. У нее ноги реально, как бы, такие коленные суставы довольно-таки мощные, и кости на ногах не такие уж тонкие для девчонки октоморфа. Я предполагаю, что она может набрать вес. Это небольшой вес, да, условно, но все же она может набирать. Это не предел ее мечтаний, так сказать, вот на фотографиях. Я уверен, она следит за питанием, тренируется. Если она зажирать будет, зажираться, то она набирать будет, 100%. Я уверен в этом. А так, да, на первый взгляд, она, конечно, октоморфная, потому что худенькая. Но если мы копнем глубже, как я и говорил вам раньше, то можно определить мезоморфные черты, девчонки. И это уже показатель к тому, что она может, как бы, поднабрать килограммчиков 5-10. Следующая деваха, друзья, это Аня Покров. Я не слежу ни за кем из них вообще. Я их знаю, но без понятия, как они выглядят и так далее. Сразу же смотрите, какие огромные коленные суставы. Значительно толще, чем у предыдущей, чем у Юлии. У нее реально толстые кости на ногах, мощные коленные суставы. И она такая прям ближе к мезоморфу. Тут эктоморфом особо даже не пахнет. Она сама, смотрите, структура у нее прям, костяк такой весь мощный, что вверх, что вниз. Ноги вообще прям это, ну, мезоморф-мезоморф. Я не знаю, была ли она когда-то полная или нет. Она сейчас, ну, такая, в принципе, нормальная. Но я уверен, на 100% ни малейшего сомнения у меня нет, что она может хорошо прям набирать массу. Тупо даже по костяку, если оценивать, она очень хорошо набирает массу. Я бы не стал вот с ней знакомиться, честно. Вот я пролистал бы. Не, ну, она по лицу такая нормальная, конечно, симпатичная. Но по генетике тела такое. Не, если она будет следить, естественно, даже если эндоморф будет постоянно следить за диетой, спортом заниматься, будет нормально. Но с возрастом женщины, да и мужчины тоже облениваются и забивают на все и начинают жреть. А если тип телосложения еще располагает к тому, что ты будешь жирный, то вот так вот, легко. Поэтому да. Аню покров мы добавляем больше к мезоморфу. Следующая деваха у нас Дина Саева. По виду, опять же, да, как будто она эктоморф, худенькая, такие длинные руки, тоненькие кости. Но если мы обратим внимание на ее ноги, опять же, у нее мощные коленные суставы, не характерные для девчонок эктоморфов. Даже если с моими сравнивать, блин, у нее ноги мощнее, чем у меня. Ну, типа, тут точно не чистый эктоморф. Это опять какая-то вот смесь эктомезоморфа. И я уверен, тоже она может набирать массу. Не так активно, не так, не в таких объемах, как Аня Покров. Но в любом случае, она может набрать еще. Это, опять же, не предел ее мечтаний, то, что вы видите на фотках. Я не уверен, конечно, что она мечтает плюс 10 килограмм жира набрать, но она может. Она может. По генетике я вижу, что она может. Также плечевой пояс тоже не эктоморфный. Он довольно-таки широкий, мезоморфный плечевой пояс. Есть, конечно же, черты эктоморфа, тонкие запястья, да. Но по большей степени это черты мезоморфа. То есть я склоняюсь, что она процентов на 60 мезоморф, на 40 эктоморф. Опять же, все эти девчонки, нужно понимать, они следят за питанием, потому что это медийные личности. Им всегда в офигенной форме надо быть, всегда красивыми. Я уверен на 100%. Они ходят в зал регулярно, они следят за питанием. Это факт. Именно поэтому они не жиреют, они всегда стройные, следят за собой. Но если по костной структуре смотреть, то у них предрасположенность вот у многих есть. Следующая Валя Карнавал. Ну, тут смотрите, даже невооруженным глазом видно, да, что у нее запястья довольно-таки такие, ну, серьезные. У нее запястья толще, чем у меня. Реально, без шуток. У нее где-то, ну, больше 16 сантиметров, 100%. То есть она по типу телосложения такая, больше тоже мезоморфная, ребята. То есть у нее широкий костяк, широкий плечевой пояс, довольно-таки толстые кости на руках, довольно-таки... Сейчас посмотрим, кости на ногах какие. Ну, слушайте, на ногах не такие уж и толстые, но в целом она, у нее костяк такой, ну, довольно-таки мощный сам по себе. И несмотря на то, что она очень сильно худая, я уверен, что она... Я, опять же, не слежу, ребят, за ними, я не знаю, была ли она толстая или нет когда-то. Если вы смотрите, следите, но видно, что она предрасположена вот к набору массы. И я думаю, что она прям может килограмм 15 набрать вот к своему нынешнему весу. Поэтому, да, я думаю, тоже она больше к мезоморфу относится. И, да, ведь, но бюст у нее... бюст нормальный вообще. Жир идет куда надо, если честно. Вот, поэтому, да, она тоже не эктоморф. Она может быть что-то смешанное, там, эктомезоморф, опять же, она не чистый мезоморф. Давайте будем считать, там, небольшой процент эктоморфа, там, 15-20%, да? Да, тупо потому, что длинная шея, довольно-таки длинные конечности. Но в целом она по большей степени это мезоморф. Типа 15% эктоморфа и остальные это мезоморф. Вот так вот. Я на 100% уверен, что она может набирать. И в старости, ну, с возрастом она прям, ну, такая будет массивная-массивная. Опять же, если не будет следить за собой, если будет неактивная, если не будет диету держать и так далее, она разжиреет. Ребята предлагают блондинку Драйв найти. Девушка Гордея, да? Друзья, большая просьба, не забудьте, пожалуйста, перейти по ссылке в описании и подписаться на Сашин Телеграм-канал. Ведь это возможность легко и просто косить зелень. Поэтому забирай бесплатный софт по ссылке в описании. Бэм! Так, блондинка Драйв. Ну, слушайте, она прям симпотная, симпотная. Мне нравится такая внешность. Слишком, конечно, такая размалеванная, вся пафосная, но внешность симпатичная. Черты лица такие нормальные. По типу телосложения я могу точно сказать, что она имеет практически чистую мезоморфную костную структуру. У нее довольно-таки толстые запястья. Это 100% как минимум 16,5 см будет. Довольно-таки крупные коленные суставы тоже мезоморфные. Крупные кости на ногах. Но она прям вот характерный мезоморф. Широкий плечевой пояс. Она прям мезоморф, ребят. Она мезоморф. Тут даже, мне кажется, нету дольки даже эктоморфа на самом деле. Прям вот максимально приближенная к мезоморфу. Почему бы и нет? Мезоморф тоже очень хорошая фигура для женщины. Опять же, видите, что мужчине мезоморфу, что женщине мезоморфу нужно постоянно следить за питанием. Диетить, чтобы за колораж не переваливать, да, дневной. За норму. И, естественно, заниматься спортом. Тогда фигура будет офигенная. Ну, сами видите. Но она выглядит хорошо. Почему бы и нет? Классная, классная. Она и по лицу, и по фигуре хорошая. Ну, прям в моем вкусе. Мне нравится. То есть вот такие девушки мезоморфы вообще в тему. Ну, опять же, с возрастом она будет набирать. Это факт. Поэтому придется активно следить за питанием и тренироваться. Тогда, в принципе, будет хорошо. Так, кого вы тут еще предлагаете? Да ну нахер нам эти девушки голову за рубу. Ева Элфи. Ну, давайте, давайте посмотрим. Мне Ева Элфи, кстати, по внешке вообще не нравится. Ни по фигуре, ни по лицу. По типу телосложения, ребята, она тоже мезоморфная. Не совсем, конечно, но смесь. То есть те, кто мезоморф, у нее мощные коленные суставы. Я не могу пока что найти эти голени. Но коленные суставы у нее реально мощные. Внимание, внимание. Видеозапись, которую вы видите на экранах, не соответствует той, которую я комментировал. Потому что тот контент, который вставляет Ева Элфи, блин, очень-очень не любит YouTube и меня заблокирует. Вот поэтому вы видите другие фотки. У нее не широкий плечевой пояс, насколько я понял. У нее, блин, таз шире, чем плечевой пояс. Плечевой пояс у нее от октоморфа, я думаю. Хотя это, опять же, может, у нее просто суперширокий таз и такой вид создается. Не, ну плечевой пояс, я думаю, все-таки октоморфный, он узкий. Ноги все-таки от мезоморфа. Руки по запястьям, мне кажется, тоже ближе к мезоморфу. От 16 сантиметров запястья. Вот, и, блин, по фигуре она вообще, ну, не мой вкус. А, не, слушайте, блин. Плечевой пояс тоже нифига не маленький. Вот я фотку нашел. Ну да, у нее запястья такие довольно-таки широкие. Плечевой пояс тоже, видите, на разных фотках по-разному. Плечевой пояс тоже довольно-таки широкий. Коленные суставы мощные. И, ну, вообще, она тоже такая, знаете, мезоморфная. То есть от октоморфа у нее практически ничего нет, кроме шеи. Но у мезоморфов тоже может быть длинная шея, это не противоречит правилам. Ее в элфе больше мезоморфной, она может также разжирять. И опять же, я уверен, она диетит постоянно, занимается спортом, скорее всего, да. Не так активно, потому что, ну, в нее фигура такая какая-то дряблая, блин, сиськи висят. Я надеюсь, она это не смотрит с этого. Прости, пожалуйста. Можешь тоже написать в комментариях, что я тебе не нравлюсь. А вот нашел фотку голеней. Ну, да, у нее такие тоже голени довольно-таки мощные. Поэтому, да, я думаю, она по большей степени мезоморф. Нужно питаться хорошо, диетить и заниматься спортом. Тогда фигура будет хорошая. Как хорошая? У тебя просто, блин, баланс, ну, не в моем вкусе. Ну, раз столько людей тебя смотрят, значит, ты в их вкусе, но не совсем в моем. Я думаю, ты не расстроишься от этого. Я думаю, ребятки, хватит, да, на сегодня, потому что ролик, мне кажется, получился и так. Не короткий, нифига. Девчонок тоже обозрели больше пяти. Если вам понравился такой выпуск, ламповый, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. И, конечно же, не забывайте про сайт bistesthetics.com, где вы можете найти топовые программы тренировок для натуральных атлетов. Для любых условий. Улица, зал, дом, подтягивания, что угодно. Там 16 программ, сушка, набор. Вообще все программы есть, которые вам нужны. Ссылочка в описании. А мы увидимся с вами в следующем выпуске. Пока! Блин, я надеюсь, с этого микрофона нормальный звук был. Иначе все перезаписывать придется. Кабс, да.